...библейских стран, там это самое-самое аппроприитное, мы это сделаем. Скажу только, что здесь, во втором тысячелетии, из египетского письма, которое состоит из фонетических звуков и детерминативов, то есть, которые не читаются, но объясняют значение сказанного, типа замок и замок. Пририсовал домик, значит замок. Кто-то из наших семитов делает две вещи. Он убирает детерминативы и он подгоняет египетский алфавит, который есть, в принципе, под семитский фонологический ряд. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если квадратик на египетском это пер, дом, на семитском как будет дом? Байт. Байт. Берет квадратик, вырезает маленький кусочек для входа и получается бет. Окей? Это целый процесс, очень длительный, но он происходит. И сегодня известность эпохи средней и поздной бронзы. Вот это из лахиша один такой кат. Здесь есть несколько букв. Вот они здесь выглядят. Здесь, здесь. Вот здесь шин выглядит чуть-чуть ламет. Это первые попытки, то есть, весь, скажем так, все деловые письма все еще ведутся на Акадском. Но местное население для своих целей уже пишет, пользуется алфавитом все второе тысячелетие, особенно в эпоху поздней бронзы, то есть 14-13 века. Когда появляются на сцене израильтяне, здесь все уже вовсю пишут алфавитным письмом, все пользуются одним и тем же письмом, он называют протосинайским, затем протоханаанским. Посмотрите на вот этот, например, в стороны, вот эти наконечники, посвятительные и гадательные наконечники. Есть Ихискель, Ламет Далет, 34 глава, там где наш Меудайну Навуходоносор гадает, идти на Иерусалим походом или нет, написано «касамбек самим», то есть гадал, гадание, «килькель бахетцим тряс стрелой караба кавет», читал печень. Про печень мы говорили раньше в бронзовом зале, «килькель бахетцим», видимо, это вот они, то есть подписывал стрелы и бросал их, как они разлеглись, так он и поступал. Вот здесь есть еще один такой из наконечников, который, по-моему, здесь написано «эль-Хадар», но он был куплен, он не был найден на раскопках, все еще протосинайским письмом, а вот здесь уже нужно было прописать его лучше, вот, видите, наконечник, на нем написано протохананским, почти как на иврите, «хец», то есть стрела, «ле абет», то есть раб, слуга, «лабаат», это львиа, львица, имеется в виду, видимо, Анат, тот посвященный богине Анат. Вот, и появляется, появляется письменность, теперь вот эта вот надпись, это абседер, в французском это алфавит, это из, нет, из Бетцарков, слеха Бетцарков здесь нету. Это одна из самых древних предположительно еврейских надписей, это кто-то в 12 веке в поселении мальчик или взрослый учился писать, и он просто писал буквы алфавита одна за другой, вот, а вот этот, и вот его пропись, это из Хилбеткаява, это астракон номер один, он написан, еще даже не понимают, в каком направлении писать, он написан, наверное, с абустрофедоном, справа налево, слева направо, справа налево, так даже логично, если задуматься, вот, и первая строчка слева направо, сам текст невозможно прочитать, он слишком стертый, в буквах есть, есть слово шафат, судья, есть эвет, типа раб или слуга, но смысл ускользает, кроме первых двух слов, алфавит, слева направо, обратите внимание, да, тав, айн, это как кружок с точкой типа глаз, син, пять минут, хорошо? Аль-Таас, это самые важные пять букв, кроме книги, конечно, написи Давида, почему Аль-Таас, это что значит? Не делай. Не делай, но, если бы это был любой другой язык, кроме иврита и, видимо, муавитского, то есть, ханаанский, там, амуницкий, неважно какой, финикийский, было бы написано Аль-Па-Аль, не делай. Единственные два языка, где известно слово Аса, как делай, это иврит и муавитский. Кто знает, может, это глупо, муавитянка написала Давиду, когда он там пошел за пивом, я не знаю. Но, так или иначе, это, видимо, самый древний текст на иврите, насколько вообще консенсус возможен в нашем мире, как вы уже поняли, который нам известен. И, задайтесь, у нас буквально три минуты, я хочу два текста вам показать. Первый, нет, даже не два, а один, это вот этот вот, остальные можно обсудить потом. Это найдено в Митсад Хешваяу, почти на берегу моря, текст седьмого века, конца седьмого века до нашей эры. И, потрясающая вещь, это жалоба человека на начальника своего начальника. Обратите внимание. Да, вы осознайте полностью, да, мы говорим 27 веков назад. И он говорит следующее. Неважно, я, может быть, потом его полностью опубликую. Он говорит следующее. Чтоб ты знал, у меня есть свидетели, все зерно, которое было собрать, я собрал. И пусть он, прикажи своему подчиненному начальнику отдать мне мою одежду, ибо холодно по ночам. Одна минута, и мы заканчиваем. Когда мы читаем книгу Шмот, там есть очень важный закон. Написано, да, вот, если ты заберешь чью-то одежду, как залог, что он сделал работу, отдай ему до захода солнца, чтобы он не замерз. Это супер потрясающе. То есть мы видим закон из библейского текста, который был, как известно, изобретен через 500 лет после этого, уже исполняется. Вот предусмотрительность. А когда это нашли? Нашли в 70-е годы. А написали? В 7 веке нашей эры. Храм еще существует, и закон этот исполняется, и главное, посмотрите, какое общество. Человек не боится жаловаться на своего собственного начальника. Это потрясающе. Иначе загрозны. Иначе, да. И вот, мы сейчас выйдем наружу, и там еще два слова, и мы заканчиваем.